Долго обсуждалась судьба интеграционных проектов России и Беларуси, МАЗ и КАМАЗ, совместное предприятие на базе Гродно-Асот, Светлогорский химволокно и Ростехнология, совместное предприятие на базе МЗКТ. На каком этапе сейчас находятся эти проекты и насколько выгодна такая кооперация, на Ваш взгляд? Если мы создали Евразийский экономический союз, то это должна быть, конечно же, не интеграция только наших властей, а это должна быть интеграция наших промышленностей, это должна быть интеграция наших бизнесов. Перед лицом глобального мира мы, понятно, должны стремиться к созданию транснациональных корпораций. А для этого ясно, что надо объединять усилия. Понятно, что процесс переговоров непрост, сложен. Сейчас, наверное, не лучшие времена и денег не хватает. У россиян доступ к зарубежному финансированию закрыт. Но, по крайней мере, проекты типа проекта с Газпромом или с какой-нибудь другой газово-химической корпорацией России необходимо реализовывать. Потому что очевидно, что тот, кто поставляет сырье, тот должен быть совладельцем этого завода. Тогда не будет проблем с поставками сырья, а вместе будем делить выгоду. И это очевидно выгодно Газпрому. Я не понимаю, почему он не спешит. Лучше, чем искать и строить новые трубы для прокачки газа в Европу, Турцию или куда-нибудь еще, переработать их на азотные удобрения в Беларуси и продавать азотные удобрения. Они будут существенно дороже газа, затраченного на их производство. Точно так и с другими нефтехимическими проектами мы отстаем, а продолжаем упорно гнуть линию, что вот будем строить новые трубы и качать нефть и газ туда, пусть их перерабатывают там немцы, другие европейцы. Ну, очевидно, что добавленная стоимость будет существенно больше, если мы их здесь переработаем на территории Беларуси. А почему на территории Беларуси? Плечо поставки готовой продукции уже не может быть очень большим. А от Беларуси мы видим на примере нефтепродуктов, оно не такое большое, и отсюда успешно можно поставлять. Нам бы лучше обсуждать не квоты, там, балансы, сколько поставить России нефть и газа, и объединить усилия, здесь построить, например, третий нефтехимический комбинат или третий нефтеперегодный завод и продавать не нефть в Германию, а продавать готовые нефтепродукты. Это всем было бы выгодно. Очевидно также, что нам надо резко ускорить работу по созданию общих логистических систем. Определенные шаги делаются. Есть концепция общей аграрной политики, но по-прежнему все это как-то идет очень медленно. Надо это бы все существенно ускорить, и по крайней мере в целях обеспечения продовольственной безопасности граждан Евразийского экономического союза мы должны сами обеспечивать себя аграрной продукцией. Для этого надо делать все шаги, а не ставить какие-то припоны друг к другу, потому что на тех землях, которыми располагает Евразийский экономический союз, это где-то примерно, по-моему, 11% пахотного земного клина, можно не только накормить население наших стран, но еще поставлять значительное количество продукции на экспорт. И не зерна, которое, понятно, не так дорого стоит по сравнению с мясом, а превращать зерно в мясо и продавать на внешние рынки. И я не исключаю, что надо бы здесь пойти на радикальные шаги, кстати, по примеру Европейского союза, не делить таможенные пошлины, собираемые по периметру нашей общей границы, а все таможенные пошлины направлять в бюджет Евразийского экономического союза, например, через Евразийский банк, на финансирование вот таких общих проектов, представляющих интерес для всего Евразийского союза. Это в области логистики, в первую очередь, и агропродовольствия. И, конечно, на очереди должно быть и производство высокотехнологичной продукции. То есть должна быть общая образовательная, общая инновационная политика, которые должны бы восстановить хотя бы тот технологический уровень, который был у Советского Союза. Продолжение следует...